Здравствуйте, меня зовут Людмила. В этом видео я делюсь с вами тем, как я убираюсь на кухне после ужина. Вся моя семья оставляет, в основном, в основном оставляет кухню. Иногда бывает, что дети помогают мне убирать, или муж уберет со стола, все аккуратненько сложат. Да, как вы можете видеть, у меня есть маленький ребенок, который сидит в этом хохштук, в этом стульчике. Конечно, это значит несколько раз в день не кушать и мусорить на пол. Для этого у меня есть отдельная тряпка, вот эта темная, да. Настало теплое время года и в это время я люблю носить свои халатики, да. У меня есть, конечно, несколько. Не знаю, может быть, может быть с детства я родилась и много лет провела, 16 лет провела в Сибири. И Сибирь это не сразу означает холодное время года, только холодно. Это означает также, что в теплое время года у нас очень-очень-очень было жарко. И мы носили тоже косыночки, чтобы не напекло голову, чтобы не получить солнечный удар. И, конечно, носили шортики или халатики. Это очень замечательно. Как все говорят, поддует. Вот, да, это уборка кухни. В основном каждый вечер я поднимаю стулья и завожу сюда робота, который пылесосит или даже может протирать пол слегка. Ну, на это нельзя надеяться. Вот, у меня четверо детей, три мальчика и последняя вишенка на торте, это наша девочка, которой еще нет года. Она родилась в том году, летом. Поэтому у меня много работы. Я новичок на YouTube. Надеюсь, мои просмотры будут вам интересны и вы задержите свое внимание на моем канале. А я тем временем постараюсь вам снимать свои будни, интересные, полезные видео, делиться своим опытом. Да, мы живем в данное время не в Сибири, мы живем в Германии, в городе Дрезден. Мой муж не русский, он тоже мигрант, который уже более 20 лет, ну, так же, как я, тоже более 20 лет живется за границей. Здесь, это не очень типично для меня, чтобы я выпила кофе вечером, но бывает, так как время у нас было пол седьмого вечера всего лишь. Обычно утром, это моя любимая часть дня, когда светит, обязательно должно светить солнышко. И тогда приятно выпить кофеек, сидя на солнышке. Я часто себя спрашиваю, сколько я за день прохожу километров. Вот только по дому. Вот обычной домохозяйкой, которой я являюсь, с маленькими детьми. И по обычной небольшой квартире 100 квадратов я, наверное, хожу свой минимум каждый день. Да.